Торжественное собрание, посвященное подведению итогов 2016 года, а также юбилею образования системы ДСАВ, стало хорошим поводом для того, чтобы проанализировать работу структуры, а также определить цели и задачи на ближайшие несколько лет. Подготовка населения к защите Республики Беларусь, содействие органам власти в патриотическом воспитании населения, развитие технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта, а также подготовка специалистов по заказу силовых структур государства и по профессиям рабочих и служащих. Вот те основные задачи. Поэтому и итоги, у нас в Седах построена система работы по подведению итогов, связана с качеством выполнения вот этих государственно значимых задач. Структура, сохранившая лучшие принципы работы из советских времен и подкрепившая их хорошими современными традициями, многое вобрала в себя за 90 лет существования. Во-первых, ДСАФ – школа патриотизма. Большое количество памятных мероприятий, автопробегов и акций вносят весомый вклад в совершенствование системы воспитательной работы с молодежью. Во-вторых, ДСАФ – школа спортивных достижений. В 36 штатных кружках сегодня занимаются более 500 детей и еще более 2,5 тысяч в секциях военно-прикладных видов спорта. В-третьих, ДСАФ – это серьезная водительская школа. Более 80% курсантов сдают квалификационные экзамены на получение прав с первого раза. Только за последние 10 лет из стен автошколы вышло более 83 тысяч водителей разных категорий. За 10 лет мы подготовили областной структуре более 83 тысяч водителей, только водителей я говорю, и более 4 тысяч специалистов для вооруженных сил и других силовых структур государства. Мы построили 7 филиалов с целью оказания наших услуг, приблизить наши услуги к потребителю. В населенных пунктах, районах и городах более крупных мы построили 7 филиалов. За 5 лет последних 65 новых автомобилей, один автобус, 7 мотоциклов приобрели. Кто бы мог представить, что совершить настоящий парашютный прыжок сможет человек, прикованный к инвалидному креслу. Именно это видела в своих снах брещанка Анжела Миронюк. 10 лет назад она попала в ДТП. Диагноз – перелом позвоночника. Но даже это не подорвало дух по-настоящему смелой женщины, которая вдохновила на прыжок и своего друга Владимира Сидорова. Такую возможность подарили Анжелии и Владимиру в аэроклубе ДСАФ – школе исполнения самых заветных желаний. Хорошо! Отлично! Молодцы, ребята! Это круто! Это просто! Это не передать! Высокие показатели эффективности деятельности – залог труда большой команды специалистов, профессионалов своего дела. В торжественной обстановке во время собрания заслуженные награды были вручены наиболее активным первичным объединением их руководителям и специалистам. Задачи поставлены, теперь самое время приступать к их успешной реализации. Это достижение нашего трудового коллектива. Это не лично мои, это заслуга коллектива. Я, пользуясь случаем, хочу им сказать огромное спасибо за работу, поздравить их с 90-летием образования ДСАФ, здоровья им крепкого благополучия, ну и, конечно, поднимать на более высокий уровень свою работу, структуру и выполнять государственно значимые задачи. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.